По улице Сухановской людям приходится ходить по проезжей части. Здесь нет тротуара. Положение усугубляется и тем, что дорога ведет к детскому саду. Они высаживают нас на той стороне Расторгуевского шоссе. Его нужно пересечь. Причем его нужно пересечь утром, вечером, неважно. Пробегая как белки, зайцы и так далее. И дальше уже идти... Не знаю, тут грязь, это еще не самое страшное. Сейчас начнется вода. Будем в канаву прыгать от машин, отбрызгать всего. Застройщикам детский сад номер 24 «Жарптица» в деревне Лопатина возводился для пользования жителями микрорайона Государев дом. Но после передачи учреждения в муниципальную собственность по решению районной администрации места здесь предоставили и дошколятам из Видного. Большинство из них жители Расторгуевской части города. Родители были рады такой возможности, ведь детский сад новый и современный. Малышам тут очень комфортно, но ситуация с дорогой перечеркивает все хорошее. Пешеходных нет переходов, светофоров никаких нет. Это хорошо, что маршрутки останавливают нам вот здесь в неположенном месте. Так как эта проезжая часть находится в собственности застройщика данной территории, облагородить ее администрация Ленинского района не может. Вот как выглядит официальный ответ от пресс-секретаря строительной компании по нашему запросу о решении данной ситуации. ЖК «Государев дом» — это комплексное освоение территории. ЖК строится в несколько очередей. По ходу строительства осуществляется благоустройство близлежащих территорий. В том числе прокладываются тротуары. Например, в этом году ГК «Гранельс» даст корпус номер 27. И возле этого корпуса появятся тротуары, которые создадут более комфортные условия для пешеходов от Расторгуевского шоссе. Параллельно существует еще одна проблема. Расписание заезжающих к детскому саду автобусов не устраивает родителей. Одна из мам Ольга Хомякова неоднократно обращалась во всевозможные службы, ходила на приемы, писала в МОЗ «Трансавто», предлагая свои варианты решения этого вопроса. С моей точки зрения, значит, первый автобус сделать не в 7.10, а в 7.30 заездом по возможности. И родители были бы довольны, и второй рейс уже бы туда и не нужен был бы на 8.30. В администрации Ленинского района о проблеме знают. Рассмотрение количества рейсов или изменения в существующем расписании возможны. Правда, уже не в этом году. Потому что муниципальный контракт уже заключен, он отыгран. Естественно, мы менять что-либо до конца года не можем. Поэтому со стороны администрации будут проработаны предложения и направлены в Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры, так как данный маршрут у нас является смежно-межрегиональным и курирует его область. Ну и желательно, конечно, если у жителей есть какие-то предложения по этому поводу, направить их в администрацию, также для нашей проработки, ну и в дальнейшем отправление уже в Министерство транспорта. А пока людям стоит набраться терпения и дождаться момента, когда до детского сада начнет ходить удобный для них автобус. А застройщику стоит поторопиться сделать проезжую часть пригодной для пользования. Юлия Погосян, Николай Карбанов, Владимир Бижонов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова